Когда мы боролись с социализмом, на Западе полноценно развивалось искусство. И в тюрьму тебя забирали, там и депортировали. Где все люди, проститутки такие, странные люди какие-то, какой-то мистик, какой-то деревишь там лежит, кто-то там поет песни свободно, кто-то лежит, какой-то панк, панк там. Паника – это часть твоей жизни? Мы на войну, не только с капитализмом, а также с фанатизмом. Со мной могут плохо случиться, что меня никто не принимает. А когда была ситуация, когда ты написал, а потом все закрасил? Я хочу быть открытым, текстом, доступным, ну, каждому человеку. Добрый день! С вами Дергачев Инсайд. А сегодня с нами известный художник мировым именем Баби Бадауф. Добрый день, Баби! Добрый день! Большое тебе спасибо за то, что согласился поговорить. Я тебе сразу хочу сказать, вот я тебя вижу уже третий день, да? И мне очень приятно тебя видеть, потому что ты человек очень расположенный и красивый. Спасибо за комплименты. Это очень приятно. А вот ты сюда приехал с выставкой галереи Аспан. Да. Да? Это была чья инициатива? Это был Меруерт, директор галереи. Меруерт Калиева. Да, она мне предложила выставку, и мне очень понравилось, потому что я читаю эту галерию, одна из лучших галерий. Мне кажется, даже лучший галерий есть в Черной Азии, поскольку здесь звезды мирового масштаба художники. И очень приятно для меня, очень высоко оцениваю, что в таком галерее я... Баби, смотри, ты в Ленинграде, в Петербурге еще, да? Ты был сторожем, а потом на Литейном выставлялся. Вел такую жизнь... Пожарником тоже был. Пожарным, да, был еще. Вот смотри, сейчас ты живешь в Париже, уже много стран ты поменял, много видел всего, там и в тюрьму тебя забирали, там и депортировали. Детенция центр для иммигрантов. И сейчас ты живешь в Париже, и твои работы продаются, продаются за хорошие деньги, но ты при этом выступаешь против потребления. Что это такое для тебя? Почему ты вот с этим никак? То есть ты же уже встроился в западную жизнь, она тебе нравится, тебе нравится свобода. Ну, здесь сказать не то, что выступает против, я против выступаю капиталистической идеологии. Допустим, я такой, 64 год, когда мы на Востоке есть, говорят, мудрость переходит с возрастом. Мой отец говорит, ты пока прямо идешь, а когда там, ну, там есть налево, дорога может быть каменная и маленькая, узкая. Вот. И когда выходишь в определенный момент и смотришь, что видел, что ценно, да, ну, у нас же есть такое понятие, что капитализм художников манипулирует, капитализм это рынок, консумеризм. Да. Капитализм, она все превращает на товар, все культуры, но моя была сопротивление капитализму, что меня не могут это делать, потому что то, что люди становятся жертвой капиталистского консумеризма, их мозга, я сопротивлялся, и я себя чувствую, что независимы. Для меня одежда, что-нибудь это не роскошь. Одежда должна быть чисто желательной, она не должна быть ни в коем случае, ни одного из шик-магазина куплено, никогда. Даже подарок, если кто-то мне даст такой из какой-то марка какая-то дорогая, для меня будет очень большое оскорбление, потому что на день рождения, но этот человек, значит, меня не знает. Я буду очень такой расстроен и положу в сторону, отдам кому-то, который для него это считается. Поэтому я так понял, что я художник особенный, вот когда во Франции были в 2015 году, начали террористические акты. Вот когда я был в Будапеште, у меня была персональная выставка в 10-го, 12-го ноября. В этот день было совершено нападение на журнал «Шарли Эбдо». Убили там 12 человек, тогда я понял, что да, вот я тоже воин, я тоже воин. Моё искусство, это оружие, я тоже, мы должны мобилизованы, да, против этого, так же, как против капиталистической идеологии, мы на войну не только с капитализмом, также с фанатизмом, они хотят, капитализм хочет нас перестроить, чтобы наши мозги мы хотим купить, продать, и так же, и в исламе они хотят убрать нашу свободу. Тогда я себя почувствовал, что я должен быть сам примером того, что я сам должен показать в себе, что такое сопротивление против капиталистической идеологии, против потребительского искусства. И тогда я вот отказался от многого вот этого всего и стал часто осознанно говорить для французов, я всегда буду азербайджанцем, не потому что у меня акцент. Французы очень такой культурный народ, культиверный народ. Они видят меня, мои культурные языка, какая моя интерпретация. Для француза мое искусство, даже будет оно космополитично, все равно они видят, какая интерпретация у этого азербайджанца. Когда я жил в Санкт-Петербурге, какой-то период был, Тимур, Олег Маслов, они мне говорили, «Да ничего не надо делать, ты так ходишь, это уже красиво». Потому что, да, потому что для них азербайджанец, первый азербайджанец был такой, а им очень нравилось, что азербайджанец такой с ними, азербайджанец такой в целом, остается базар, вот художник азербайджанец. Им очень нравилось, чтобы просто быть с ними. Это такое, как было, как перформативное такое, мое бытие в русской искусстве. Также во Франции им хочется моей интерпретации, мое видение, мое мышление. Я живу в другой географии. И поэтому в моей работе иногда осознанно, я знаю, для меня задача показать свой культурный айдентитет, показать орнаменты. Это латинские слова, буквы, их превратить в визуальное. Но в Востоке оно визуальное. Каллиграфия, это же графика. А Запад, оно более геометрично, более упрощенное, более содержание. В Востоке там более мистика, иерархия, более такой семейное, религиозное. Ты не можешь быть панком там, ты не можешь то, что ты хочешь делать. Если сидишь в комнате, старший брат зашел, ты должен встать. Если не зашел, это неуважение. Поэтому вот то, что я сейчас делаю, это как будто я себя чувствую, если так высоко говоря, это как моя миссия. Я иногда осознанно все превращаюсь, хочу быть восточным, а не какая-то надуманность интеллектуальной такой, рассказываю им. Ты знаешь, у меня с юности одна проблема. Я когда приходил на выставки моих друзей, я сначала автоматом начинал читать, что написано в проспекте, потом начинал читать этикетаж, и только потом смотрел картины. И мне всегда говорили мои друзья-художники, тебя выталкивает, ты все время текст хочешь. Вот сначала текст. А когда я твою выставку увидел, то есть у меня, я думаю, это для меня вся выставка, это текст, картина, картина, текст, несколько языков, русский, английский, чуть-чуть у тебя там были тюркские тоже, даже казахские были слова. По-казахски было... Тильдик, по-моему. Тильдик, аусы. Тильдик. Переход языка. Вот. А потом вот это... Ист, куст, класс. Да. Класс. Откуда у тебя русское слово, МИ? Во-первых, сначала вы сказали, что для моей выставки вам не нужно было читать, посмотреть. Это очень правильно, потому что моя выставка, она текст, то есть она основана на диалог. Я хочу быть открытым текстом, доступным, ну, каждому человеку, не только каким-то знатокам искусства и искусствоведам. Обычный человек далеко от искусства, и он пришёл, что-то видел, какой-то иронии, какая-то что-то читал, и мои мысли, мои ведения, мои реакции на политические и на всё это, вот это. А то, что вы сказали, что текст, да, и, ну, если мы скажем так, я художник, я закончил художественное училище, в 74-м году поступил, в 78-м Баку, тогда назывался художественное училище. Это слово уже после перестройки поменялся, сейчас колледж называется. И тогда я учился на факультете художественного оформления, оно сейчас называется дизайнер. И у меня, естественно, была склонность к графику. Вот, я очень любил графический, ну, графика для меня очень, графика – это же основа букв, алфавета, это же графика, каллиграфия, это же графика. И потом я стал художником, приехал в Санкт-Петербург и хотел, ну, официальное искусство, у нас был социалистический реализм. То, что не делаешь нереалистически, значит, этого у тебя не будет, что касаешься художника, не принимаешь. А как я очень хотел быть другим, такой необычным, ну, было такое понятие, художник бороду носили, такой хотели выглядеть романтично, такой. У меня тоже такая натура была. И также я хотел рисовать абстрактно такой, наверное, как Пикассо. Не знаю, что, но только не рисовать реалистически. Вот это продолжалось. И когда приехал в Петербург и нашел себя там андеграунд такой, и в Петербурге увидели, что там художник пишет стихи, ваш семьяк, очень известный художник, Петербург, здесь его мало знают, для меня он как был моим учителем, почти один по димовчиннику. Мы все писали стихи, все делали мейл-арт, делали амулеты такие концептуальные, много чего. И стал тоже писать стихи. А поскольку я не русскоязычный, из Азербайджана, русский язык изучал в армии. Это не хватило того, что национал русский язык. до сих пор до сих пор совершенство не знаю русскоязычного, вот грамматически мне очень сложно. Я тоже стал писать стихи и показывал, друзья сказали, столько там ошибок находили, мягкий знак не хватает. Вместо произведения, я писал произведения, до сих пор некоторые суффиксы я не знаю. им очень хотелось писать, очень хотелось сказать по-русски. Да, именно по-русски. Очень хотелось. Мне казалось, что преобладает, я тогда еще ощущался, что литература преобладает визуальное искусство. Литература, она большой документ. Визуальное искусство, она все-таки схематик, схематично, она как будто знаки. Вот я так думаю. И вот это как-то мистерически у меня внутри осталось. Вот после того, что Советский Союз развалился, но было же такое, когда мы стали видеть, вдруг видели весь Запад, а раньше видели только по журналам, мы так растерялись, оказывается, что когда мы боролись с социализмом, небо похоже на ним, а на Западе полноценно развивалось искусство, современное искусство, постмодернизм, и были очень много направлений, очень выдающиеся имена, их были школы, а мы так растерялись, у нас было такое слово, некоторые художники заморозились, не знали, мы просто видели, мы какие-то остальные, я знаю, художники пошли в церковь, такой, Алексей Козин, он сейчас поп, он даже мёртвый, некоторые ножники на несколько лет заморозились, я тоже какое-то время не знаю, что делать, вот, так судьба моя пошёл, там много чего произошло в моей жизни, оказался после, много лет спустя в Азербайзане и в Америке и в Англии и потом оказался в Париже, в Париже, когда оказался, я продолжал делать, писать стихи и коллажить свои книги, это 2008 год, однажды один куратор пришёл и видел мои стихи, ему так понравились, так понравились, он сказал, это же визуальные стихи, вот, он меня как-будто подтолкнул, я думал, вот это да, вот я нашёл себя, что мне нравится, где я могу, сохраняется, вот, моя художника, которая всю жизнь, у меня опыт, экспириенсы, практика этой художника, а поэтической у меня практика нету, я никогда не пишу стихи, следующие стихи, книги напечатать, и потом я стал делать свои эти стихи на тканях, больших размерах, и у меня начались видения, что я делаю, приблизительно, и визуально, назвали визуально, визуально-поэтир, и у меня стихи, то, что у меня поэт, то, что я визуальный, они начали в каждой работе такой друг другом сопротивляться, в одной работе я когда хочу писать, но я же хочу рисовать, когда рисовать, ну рисовать сейчас неактуально, понимаете, сейчас все хотят показать свою интеллектуальность, какой-то ресурш, так и и начинаю писать, и вот мои работы, все работы и стал называть, я визуальный поэт, и конвертирую текст на визуальность, тут много у меня объяснений есть, одно из объяснений, допустим, чем отличается поэт и от художника, чем отличается, когда поэт пишет и художник пишет, для поэта совершенно неинтересно, неважно, как написано, главное, чтобы люди могли читать, он может клавиатуру даже не смотреть, так писать, а художник, он рисуя пишет, вот рисовать это писать, стихи, рисовать это писать, писать это рисовать, это на английском, и вот рисуя и мой культуральный identity, восток, и я живу на западе, передо мной и быть, и мою быть, моя жизнь, моя последовательность, я живу на западе, другая культура, и моя культура, это восток, который мне настоящий, аутентик, естественная культура, я же не могу себя искусственно вести, как француз, они знают, что я не француз, мои разговоры, мои работы, там проглядывается мой восток, и и я стал такой иногда осознанно конвертировать этот латин с запада к востоку, а восток делает запад, то есть буквы латины, определенные буквы для меня стали настолько потенциальные такой возможно для их из них делают орнаменты ковров, мечетов, буква мы, буква н, буква а, буква в, буква а, это мои любимые буквы, которые из них буквы м, можно симметрично делать орнамент там по-разному и вот все это я назвал визуальные стихотворения. ты рассказывал, что ты писал книжку, сделал книжку и там говорил про свою маму, про свою семью, про свою историю, эту книжку печатали, потом издавали малым тиражом, да? Нет? Как была? Какая ситуация? Мне, я хотел писать книги, поскольку я только что говорил, у меня когда начинал писать, думал, что, слушай, я не могу писать, потому что я всю жизнь был художником. Для писателя это нужно сидеть часами писать. Мои работы, они, я пишу перформативно, то есть пишу как художника, да? А с тех я несколько раз пытался писать линии поэмы, у меня не получалось. Однажды даже мне сказали, ты пиши свое, как прошел убежище в своей экспириенции. Он написал, мне повесть, поэма назвался «Мой асайлем хэл экспириенси». Меня просит убежище вперед. Хэл это как по-русски. Хэл это как ад? Адский. Это как там просит убежище как дискриминация. Я написал 2%, 4%, 8%, там где-то 10% остановился, потому что я вижу, там я пропустил это, пропустил это, но это не мое. Но все равно я продолжал писать стихи, писал стихотворение, поэмы. А когда была ситуация, когда ты написал, а потом все закрасил, все как сделал, как картину? Это одна моя книга. Когда Париж приезжал, первая моя книга, я писал стихи, потом уже реписал. Реписал. Реписал, чтобы оставить невидимые мои эти мысли. Ну вот у меня поэма была «Густые все индусы», была там поэма «Инкомбанк», я написал, потом поэма была книга «Радио Ширланка». поэма «Густые все индусы», она там написана. То есть такое автоматическое поэма. Но себя никогда не буду простить. Наверное, я так буду уходить из этой жизни, что почему я не могу писать книг? Почему? Потому что книга – это самая большая документация. Вот ты поэт, я иногда завидую. Поэты, которые пишут книги, печатают. Я очень бы хотел такой писателя. Но мне, к сожалению, не получается. Когда начну писать, тоже паникую художник. паника – это часть твоей жизни? Ты говоришь паникую? Когда? Когда у тебя возникает паника? паникую у меня мое тело, мое существо как человека, во мне есть художник, визуальный. У меня очень развита визуальная экспрессия. Я работаю с формами, кисть на руке, там, это, это вся жизнь. А чтобы писать, там, метод, там, сидеть, там, писать. Но это не для меня. Поэтому я особенно писателем, для меня они такие люди, которые великие люди, как можно. Я думаю, что иногда молодым художникам так делать, слушай, пиши, пиши. Если 10 лет будешь писать, тебе уже писателя будет. А вчера парень сидел со мной рядом, он говорит, я пишу, я говорю, давно пишу, говорит, тебе нравится, он говорит, слушай, много-много пиши, потом через 15 лет уже не можешь мне писать, я уже не могу не рисовать, понимаешь, потому что моя натура, она, визуальный язык, она в мои гены такой, во мне вошла, а писать, к сожалению, не могу. Ты любишь большие города, да, ты любишь, когда очень много людей, ты любишь Париж, ты Стамбул очень любишь, потому что там еще много-много разных культур, да, и в Стамбуле можно увидеть все, там тебе и Париж, там тебе и Берлин, там тебе и Багдад, и все только в Стамбуле. А вот что такое, почему ты не боишься толпы, у тебя нет от них раздражения, ты энергию там берешь, это вот часть, которая только что сказала, что вот я как не люблю что-то новое одевать, не люблю, ничего не люблю ассоциироваться такой вот, такой показательный такой, неож шик, шик такой, они мне, иголка мне вот эта, мне нравится, что-то напоминает мое детство, что-то напоминает базар, я обожаю Истанбул, я обожаю в Париже, где я живу, в Париже районный есть, я туда пойду, мне, если в Шан-Зелезе бесплатно дадут 100 квадратметров, ой, нет, нет, я правда говорю, если, допустим, кто-то в Париже, даже у меня не будет денег, скажет, что я тебе даю 100 евро, возьми метро, поезжай в Шан-Зелезе, проходи по Шан-Зелезе, нам в 15 могу ехать, поменять остановку, а я не пойду, потому что туда пойду, там, дорогой район с дорогими магазинами, в Шан-Зелезе, как это шик, что-то там, кофе стоит 5 евро, туда пойду, там, мне, это не мое, это страшно для меня, в Дубай, я думаю, никогда не поеду, вот, поэтому мне нравятся базары, мне нравится народ такой, по этой базаре, мне нравятся барахолки, мне нравятся обычные люди, где я вижу историю, я вижу душа. Ты в эмигрантском районе живешь, Барь? Это компьютеры, это какие-то роботы, какие-то, это другая, другая алгоритм, мне нравится народ, какие-то барахолки пошли с Виктором, я смотрел, с Воробьем, да, я там видел историю, 50 лет назад, как Алматы, чем, какие-то посуды была, какие-то одежды одевали, понимаешь, какие-то картины висели дома, это все эта история, мне это очень близко, я вижу душу, я вижу настоящий Казахстан, а не какая-то пойду там, где моя галерея, там стекляшка, это же все, это же не... Ты сказал, тебя в гостинице Алмата на Панфилло поселили, тебе Панфилло не понравилось? Ой, очень не понравилось, она не понравилась ни точкой зрения, она понравилась кич, кич, там плохой какой-то человек из деревни приехал, какие-то идиотские какие-то, знаешь, на улице стоят, одевают, мячемо фотографируют, там какие-то дурацкие скульптуры, там нету ни души, ничего. А где в Алмате тебе понравилось, кроме барахолки, кроме базара? ну, так сказать, что мне иногда нравится какие-то здания напоминают советское время, да, вот вчера мы поехали в Викторе, мне очень понравился этот район, но видел очень много позитивного, тем, что что-то напоминает, но к лучшему изменился, зеленый, и но Алматы я бы никогда не хотел жить, потому что город для меня очень пустой, мало народу, да, и мне очень нравится, то есть радует, здесь этот город сделали умные люди, это просто как сказать, это город очень здоровый город, столько зелени здесь, Парижа нету, нету камень, Санкт-Петербург такой же, где Венис, возле моего дома один маленький садик есть, летом там места нету, там маленький садик, куда пойти, один парк есть, куда пойдешь летом, да, каждые два месяца стоят люди, пикник, а Запорежьем есть леса, Булонский лес, потом Вансонс есть, ну, туда едут люди, вот, Алматы это такой город, такой, какой-то город, дома видно из леса, я такого нигде не видел, первый раз в моей жизни, я сколько дней здесь, каждый день смотрю, ну, что такое-то, радует меня, то есть, я рад, что есть такой город, но, к сожалению, это не мой город. твой город, где тысячи людей на квадратный метр? Да, да, где, где все люди, проститутки, такие, странные люди, какие-то, какой-то мистик, какой-то деревишь, там, лежит, кто-то там поет песни, свободно, кто-то лежит, какой-то панк, панк, там, мне нравятся света, там, люди одеваются, голые, полуголые, там, какие-то, рогами, всеми, мне это нравится жизнь, а нигде там какие-то стандарты, такие-то формы одевать, такие униформы, идти в банк, ходишь в такой машине, такие-то кнопки, такие-то, это... А то, что ты сейчас много довольно вспоминаешь и говоришь про свою родину, про свою деревню на границе с Ираном, да, то есть... районный центр, районный центр, и ты говорил, что это сейчас для тебя какая-то связь с твоим прошлым, с твоей семьей, что для тебя это, как часто ты готов туда возвращаться? Ты знаешь, Жан-Морей сказал, семья это родственники или дом, это гора, которую ты смотришь далеко, ты можешь приближаться, но она далеко. Мне это очень нравится, а для меня вот моя прошлая это такая книга, где очень много слезы, где очень много, ну, в основном травма, в основном грустная книга, и природа, желание пойти посмотреть, и также нету желания, потому что она очень святая, очень святая, это как будто что-то уже больше нету, улетели куда-то, да, очень святой, очень святой, да, сакральный, сакральный, все время вот смотрю там наше окно, наш дом, вспоминаю наши деревья, вот с нашего дома, комнаты, вечером в нем видно 5-6 деревни, издалека, а ночью горит свет в этой деревне, вот, наши двери, все вспоминаю, но однако это прошлое, очень бы хотел ехать туда, погулять так, но будет очень грустно мне, это трогать эту землю, я может поеду, но нужно мне маску одевать, уши там какие-то такой, потому что меня могут просто со мной могут плохо случиться, что меня никто не принимает, кроме моей сестры, которая живет в Баку, которая меня очень любит, я ее тоже очень люблю, она меня принимает, она живет и в Турции тоже, а вот остальные, кто там живет, нет, туда как куда мне нельзя ехать, это очень грустно, это такая жизнь. Потому что ты уже другой, ты не можешь туда приехать, потому что когда они узнали в интернете про меня уже говорили, что у меня ориентация, ну вот не только в Азербайджане, во всем мире идет тенденция немножко к прошлому. Консерватизму? Консерватизму, к национализму и в Азербайджане, ну как в Сыктане везде вот в советское время жили, стало свободно, вот Иран близко очень много манипулирует, пропагандирует много людей, они вот когда видят вот это всевозможное Европу, которая делает как мусульмане говорят, там женщины одеваются открытые и этих они делают в виде этого они это мне нельзя а еще больше они возвращают к своему мусульманской идентии. Окей, вы такой много не хотят не могут быть половинчаты и быть мусульманином и открыто ходить полуголой. Поэтому они предпочитают остатся мусульманином традициям и вот это каждым годом мне кажется больше и больше вот и они становятся хуже, чем в советское время. Ты свободный человек, Баби? Думаю, да, очень даже очень свободный, абсолютно свободный, особенно во Франции. ты за это ценишь Францию и западную жизнь? Очень трудно жить в Западе, очень трудно, всем кажется, там свобода, свобода, но я имею в виду в Западе все прозрачные, вот, системы, там, жизнь, ничего, коррупции нету, может быть, есть какая-то коррупция, все контролируется, все превышается в такой-то социум, у тебя очень много проблем, очень много у тебя налоги, все это, выживать, аренда, все, это очень сложно, вот, когда извешиваешь, да, думаешь, оказывается, всегда свобода больше, для каждого француза или европейца, какое-то время, когда приезжаешь, ой, там электричество платит, это там мне звонило, налог мне звонило, и все равно просишь друзьям, говоришь, они один раз слушают, второй раз с тобой не хотят видеть, скажут, баби, рассказывают это, потому что у всех это проблема, у всех это проблема, все хотят не говорить, потому что когда об этом говоришь, у тебя уже настроение пропадает, поэтому все становится твои личные дела, а единственное, что ты живешь, всегда должен показать улыбку, пойдем поужинать, кофе попить, и вот всегда мы предпочитаем говорить о своей свободе, потому что свобода всегда больше, что бы ни было, там трудная жизнь, свобода, как хочешь ходить в метро, везде улыбаются, одеваться, что хочешь делать, и кто вопрос, чем больше ты креативно одеваешься, тем больше тебя уважают, чем больше даже гордятся, что в Париже у нас такие люди, в Нью-Йорке тоже самое, чем больше ты странный, одеваешь, никогда ты странный одеваешь, никогда тебя не будут осуждать, они могут понимать это, изучать, никогда консерватив не будет. А ты говорил, что в Алматы хотел бы съездить на могилу Гидара Джамаля, Гидара Джамаля, да, то есть очень хотел, уважаю его. Вот это такой во многом, скажем, стол ислама был в Москве и который отстаивал вот отстаивал вот эту философию именно в пространстве России, во многом еще политический деятель. Вот что он для тебя? а вот честно говоря, я не все читал так я слушал в ютубе его и некоторые популярные высказывания я читал. ну, а он прости, он умер же во время как раз когда приехал в Алма-Ату здесь похоронен мне первый раз не знал его. Мне Тимур много говорит а ты знаешь Гедар Джамала? Вот тебе читать Гедар Джамала мне говорил он его очень любил Тимур же консервативный человек он тоже был консервативным и я не думал что он азербайджан тогда даже по-моему даже интернет не было векопедии было ничего не было я думал какой-то араб да Гедар Джамал какой-то иран такой прошли времени оказывается он из Карабахских род из Карабахского хана представляешь он родился мама тоже по-моему русская была и жена русская мама русская да православная отец и жена русская оказывается он из такого большого рода из хамской рода и он родился в Москве вот мне очень интересно я дан уважение хотел бы пойти к могиле он здесь умирал из похорон может сегодня может завтра про Алмату Алматы Казахстан и искусство Казахстана то есть насколько тебе оно казалось сейчас интересным для мировой сцены но все-таки казахское искусство казахстанское искусство оно не совсем для мировой сцены неизвестно у нас же есть художники которые достаточно известны на мировом рынке даже я я бы не сказал потому что ну если сравнить Казахстан с Азербайджаном там с Арменией там даже с Узбекистаном Кыргызстаном мне кажется в Казахстан очень много имена везде казахстанские художники в Апаре живут там есть имена так есть именем и мне говорили что Казахстан это очень развитая там инфраструктура и художников много здесь и сравнить там с Азербайджаном или Узбекистаном то есть все-таки больше здесь прошел и контемпор и модерн очень в Амагуле все мы в Китае Амагуле везде я думаю что когда художник становится интернациональным уже не думают откуда вот ну Амагуле везде они не говорят из Казахстана может кто-то читает Казахстан но они знают что она из такой звезд а когда звезд а его потом кто-то Воробьев тоже очень известный художник и многие их и меня знают очень но они числятся Ахуну допустим узбекский художник но он тоже такое мировое имя там уже не говорят что там узбекистан там это может кому-то интересно про тебя тоже не говорят что ты азербайджанский художник тебя говорят что художник из Парижа я даже не знаю откуда я вообще азербайджанский а ты сказал что ты не знаешь кто твой папа по происхождению нет да а мама мама талыш талыши были папа азербайджанец а азербайджанец кто такой никто не знает азербайджанец сейчас больше половины говорят мы турки мы турки говорят а турки говорят 25 миллион азербайджанцев ирана говорят мы турки они манифестуют там я турк а азербайджанцы говорят во франции говорят азери друзья азери вот а если скажи азербайджан на тебя лучше набираться а паспорты ну до того что я был гражданин транс у меня было на карточка азербайджане то есть то кто живет независимо русский или кто-то в азербайджане гражданин он читается азербайджане а сейчас у меня я если я сейчас говорю французам что я азербайджанец то какая ты азербайджанец то есть француз где там ну это карта айди написано француз ш Specers ш ш ш ш ш у ш Продолжение следует...